Привет, друзья! Правительство Германии продало предназначавшиеся для Северного потока-2 трубы компании, причастные к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюгин и Лубмином на побережье Балтийского моря. Цитата. Трубы проданы. По имеющейся информации, после строительства Северного потока-2 на складах осталось примерно 3000 труб. Предполагалось использовать их для прокладки газопровода УАЭЛ от Рюгина до Лубмина. В мае стало известно, что немецкое правительство купило эти трубы у обанкротившейся компании-оператора Норстрим-2 за 70 миллионов евро. В конце августа разрешение на строительство УАЭЛ получил оператор газотранспортной сети ГАСКАД. Начинаем 12 августа 2024 года в состоянии такого легкого офигевания. Но от того, что... Знаете как, вот когда я слышу, что мы с хохлами один народ, я не хочу с ними быть одним народом. Но вы меня извините, пожалуйста. Я вот когда открываю компьютер, читаю новости, я вам зачитаю, чтобы вы поняли мое возмущение. В результате атаки вооруженных сил Украины серьезно повреждена градирня Запорожская, сообщил Росатом. Мы правда один народ? Серьезно? Меня что-то мучают смутные сомнения. Ладно. Это так все. Это пустое. Это эмоции. Значит, что такое градирня? Для тех, кто вдруг не знает, а я думаю, что таких людей абсолютное большинство. Вот вы когда едете по своему большому красивому городу, но если вы живете в большом красивом городе, а не в маленьком красивом городе, то видите такие вот большие-большие конструкции, из которых идет пар. Рядом с любой теплоэлектростанцией, вот они стоят и время от времени дымят. Зимой эти дымы отлично видно. Я в детстве думал, что вот именно там, значит, происходят какие-то важные процессы. Но на самом деле это система охлаждения, не более того. Но тем не менее, ни одна электростанция без градирня работать не может, в том числе и атомная. В течение двух с половиной лет градирни в Энергодаре, ну, в общем, как-то стояли, несмотря на боевые действия, несмотря на попытки Энергодар захватить, но несмотря вот на весь тот ужас, который творится. Что произошло вот в головах тех людей, которые олицетворяют на сегодняшний день руководство Украины? Украины. Черт его знает, я понятия не имею, что у них происходит. Не, у меня есть несколько версий, но они все очень неполиткорректные. Я даже не буду их озвучивать. Когда говорят, когда говорят о том, что Запад это символ логики, это символ здравомысля, вот последовательности, какой-то непрерывной истории развития, я вот, я правда всегда так думал. Я тоже читал историю Броделя, где вот вся эта трихомудия изложена. Но то, что происходит последние годы, миф о Западе разрушает полностью, обнуляет его. В Западе отсутствует логика, в Западе отсутствует здравый смысл, в Западе, что удивительно, отсутствует даже инстинкт самосохранения. Почему я ставлю знак равенства? Потому что те люди, которые сидят в Киеве и принимают решения, нет, они субъектные, они живые, конечно же. У них есть нервная система, которая работает примерно по тем же принципам, которые работают у любого из нас. Но в плане выбора стратегии, в плане принятия, ну, каких-то действительно принципиальных решений, конечно же, они в высокой степени управляемы. И когда даже в полемическом задоре мы возлагаем ответственность за какие-то решения, за какие-то события на Запад, ну, допустим, это регулярно делает наш МИД, он возлагает ответственность на так называемых заказчиков и так далее. Ну, формулировка такая поднадоевшая немножечко за 60-70 лет, но она, по сути, верная. То есть вопрос ответственности, он принципиальный. Если вы обезьяне в руки даете гранату, вы несете ответственность за то, что погибнет и обезьяна, и все, которые, вот, служители зоопарка, которые находятся вокруг нее. Вот тем обезьянам, которые находятся на Банково, их там довольно много, то есть включаете трансляцию из заседания Верховной Рады или, допустим, ту официальную хронику, которую показывает Киев, вот они сидят такие, ну, типа, вроде как бы, похожие на людей, с умными лицами. Но это реально обезьяны с точки зрения инстинктов, с точки зрения, не знаю, интеллекта в таком, в большом, в широком смысле этого слова. Нет. Это люди из другого измерения. Их ключевая мотивация отличается от мотивации просто человека разумного. Им кажется, что они занимаются выживанием личным и политическим, конечно же. Но тут, как, вот, мне кажется, здесь срабатывает удивительная вещь. Почему-то люди, которые принимали решение об атаке на атомную электростанцию, уверены в том, что если рванет вдруг, неважно, здесь или в другом месте, пронесет мимо их. Вот мне правда интересно, откуда это ощущение богоизбранности-то? С чего бы вдруг-то? Вся история мирного и немирного атома, а, к сожалению, территория Украины с ним очень хорошо знакома с 1986 года, она свидетельствует о том, что радиация не разбирает, радиация действует абсолютно на все живые организмы. Есть у них депутатский статус или его нет. Человек это или домашняя скотина. Радиация убивает. Более того, когда рвануло в 1986-м на Припяти, ну, я прекрасно помню, как и из Киева в том числе люди бежали. Они правда полагают, что если что-то произойдет с Запорожской АЭС, с Хмельницкой АЭС, с Южной АЭС, это под Одессой, если вдруг вы не знали, то они успеют эвакуироваться? Не знаю. Это очень странная логика. И люди, которые курируют вот эту вот группу персонажей, которые поддерживают, удерживают их власти, которые рассматривают их как своих прокси, причем вполне управляемых, мне кажется, сами в какой-то момент покрываются шерстью и превращаются в обезьян, которые, в общем-то, не отдают себе отчета в том, что у них в руках и чем это может закончиться. Я точно не хотел разгонять вот никакого страха, радиофобии о том, что вот сейчас, да, сейчас все рванет. Нет, ничего не рванет. Советские атомные электростанции строились с таким запасом прочности, что если уж и есть какие-то промышленные объекты на территории бывшего СССР, ну, которые вызывают ощущение надежности, даже если они находятся под управлением таких странных государственно-политических структур, как Украина, то это атомные станции. Даже за 30 лет украинской независимости оказалось невозможным разрушить то, что построил гений советского человека. Пожар на градирне потушен. Согласно сообщениям Росатома, угрозы радиации нету. Тем не менее, градирность серьезно повреждена, но, собственно, как бы на тех кадрах, которые опубликованы, это прекрасно видно. Она горела. Ну, ладно. Это, в общем, новости актуальные. А главной новостью, которая была главной и на прошлой неделе, и останется главной на этой неделе, это вторжение украинской армии на территорию Курской области. Об этом сказано много. Мы сегодня будем говорить и об актуальных событиях, и о тех выводах, которые можно сделать. Ну, начало недели, почему бы и не сделать, какие-то выводы. Но я хотел бы сегодня включить, ну, вот в максимально полном объеме выступление Андрея Викторовича Гурулева, генерал-лейтенант запаса, которое прозвучало вчера. Там были произнесены очень важные вещи, которые не грех услышать всем. Ну, мало ли, вдруг вы не услышали это вчера. Коллеги, включите, пожалуйста. События в Курской области для меня, наверное, очень близки, потому что моя супруга из города Ольгов. И в среду там пришлось брать руки в ноги, ехать в Ольгов, стариков оттуда вывезти. Молодец, сами доберутся. Я здесь, на этой площадке, вместе с вами, где-то года полтора, наверное, назад очень четко расписывал ситуацию внутри государственной границы, что необходимо сделать. И вы знаете, в тот момент это, наверное, возымело эффект. Потому что тогда появились войска прикрытия государственной границы, тогда появились старые эшелоны, тогда появились резервы, которые стояли. Вот смысл-то в чем? Граница широкая. Стоят войска прикрытия государственной границы, чуть-чуть сзади стоят вторые эшелоны, а резервы стоят так, чтобы они могли моментально выдвинуться в любую точку, как раз на том где-то стыке дорог и вне зоны поражения противникам, ну, оружием, чтобы можно было сосредоточиться и заниматься боевой подготовкой. Потому что вот за это время, за год с лишним, пока эти войска прикрытия государственной границы стоят, они немножко к этой жизни привыкли. Вот это самое главное, надо тоже понимать. Потому что даже находясь в оккупах, прикрывая государственную границу, наши военнослужащие должны чем заниматься? Боевой подготовкой. Ежедневно, ежечасно, постоянно. Бдительность, тренировки, только так поддерживается нормальный уровень обученности личного состава, они будут готовы. Тем более у нас служит год, я напомню, год служит, там же срочники стоят. То есть он полгода учится в учебке, и всего на полгода он приходит что? То есть практически каждые полгода состав... Обновляется. Обновляется. И этим надо четко заниматься, слаживанием этих подразделений. Второй момент, который довольно-таки серьезный, это обеспечение теми необходимыми средствами, оружием, другим имуществом, для того, чтобы границы можно было прикрыть. Четвертый момент, инженерное оборудование. Но я был в Курской области до всех событий, я видел, как оборудуются эти рубежи, как прикрываются минные поля. Но вы совершенно верно заметили, что минные поля без огневого, что прикрытия, это просто ни о чем совершенно. Пришли эти мины, сняли, пошли дальше. И вот здесь момент такой довольно-таки серьезный. Кто это планировал, кто думал. Шестое. Но ведь к началу вот это вот вторжение в Курскую область, почему-то не оказалось ни вторых эшелонов, ни резервов. Они были, или на другие направления забраны. Седьмое. На сегодняшний день, в условиях современных средств вооруженной борьбы и разведки, ну невозможно практически никак скрыть передвижение каких-то войск на ни на каком участке. Это невозможно сделать, как в 1942 году мы при Сталинградской битвы, сосредоточили свои группировки перед румынами, прорвали фронт, окружились штабы и палиусы. Это невозможно сделать, как-то сделал Рокоссовский в операции Багратион на своих двух направлениях основных ударов, главных ударов. Видно все. И я, когда мне говорят, что не знали, что там группировка средотачивается, вы знаете, я откровен на этот вопрос. Ну как-то вот не сильно верю. Седьмое. Момент принятия решения. Но ведь если есть исходные данные, что противник с тобой в довольно-таки приличном количестве, а так, если эти бригады посчитать, там по самым паршивым подсчетам тысяч 15 минимум где-то есть, а то может быть и больше. То есть, надо задуматься, где и как это будет происходить. Причем у нас граница большая, это и Брянская область, и Курская область, и Белгородская область. Но в Белгороде там более-менее сейчас все настроены, потому что постоянно идет военевой контакт. А в Курской области у нас Четкина обычно, да, работала? Как раз там, где срочники вы, десантники, расхлестали тогда наших родыкашников, не наших, а их родыкашников, предателей наших. Причем ни одного не потеряв, 60 человек положил у них. Это ж было все? Было. Восьмое. К сожалению, состав группировки прикрытия государственной границы своих средств разведки практически не имел. По штату не имел. Даже как угодно не имел. Они в последнюю очередь обеспечивались беспилотными летателями, аппаратами. Другим, потому что вроде бы там сильно боевых действий нет, ну и ради бога. Держитесь. Девятое. Мы про это говорили, я сегодня всю эту тему опять придумал. У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Ну и опять же, тема враняя. Если уже об Теорунович, насколько крайне системный человек по этому вопросу начал говорить, ну, наверное, это существует. А я вам по-другому скажу. Десятое. Надо просто взять и посмотреть. Все директивы, которые пришли, все боевые распоряжения, которые ушли вниз, с группировки, и все донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что там нет ничего. Ни директив, ни боевых распоряжений, ничего. Так же, как это было 10 лет назад, к сожалению. Потому что никто не хочет ставить свою подпись под директивы или боевые распоряжения. Но мы вот к этому-то можем прийти или нет. персональной ответственности каждого за выполнение задачи. На войне так? Я вас уверяю, и на гражданке так. Возьмите большинство губерний, посмотрите под постоление губернатора, сейчас стоит подпись, кого угодно, только не его. Тоже правда. Теперь понятна ситуация. Конечно, когда был прорыв, мне тут все говорят, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите. Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполняться в буринский долг. Ну, о чем говорим-то сейчас? Жалко посылов? Несомненно. Ну, мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были? Это все же было. И сегодня, когда, ну, я извиняюсь, прижало, наверное, это было оправданно. 12-е теперь. Что делать дальше? Ну, слава богу, решение принято. И авиацию сосредоточили, и удары наносятся. Подтянули, войска, все работает. А теперь, ну, конечно, я сразу сказал, ребята, если просто, как мы обычно воюем, ну, я вас точно скажу, там, за три, там, дня, и за пять, и даже за семь, мы там эту тему не решим. Тогда давайте принимать серьезные решения. Согласен, что сегодня там работает, все, все гремит, дома аж колышутся, ну, слава богу, что так. Первый вариант, самый простой. 50-километровая зона за государственной границей. спокойно, раз, два, три, четыре, пять положили. Никто не шевелится, никто не ездит. Все, снабжение закончилось, группировка изолирована. Буквально сколько? Полчаса, и все готово. Второй вариант. Помните эту знаменитую фразу процентное принятие решения? Они есть? Есть. Туда. Чтобы ни одного центра не было. Если Зеленский нелегитимный, туда. Ермак? Туда. Буданов там, туда. Кто там еще, кажется, вообще не знаю, бля. Вот что мы, вот, вот, вот самое главное. У нас есть чем? Мы можем как? Вот этот момент. Вторая, вторая тема. Ну, я не знаю, как еще вот объяснить все-таки. Я понимаю, что мы имеем успехи по всему фронту, но по военной науке, честно говоря, выбирается направление от главного удара. Все седки глухой обороны держат противника, сковывают. И берется один удар или два максимум. Как на Столеградской битве. Два. В клещи. Туда все сотрезотачивается, там вычищается все. Туда весь рэп, туда беспилотик, туда арту, туда все торнадо, туда авиация. Накопили. Резко не бывает. Война ежедневно не идет. Есть время подготовки. Пробили, взяли об оперативной клещи на километров 40, 50, 60. Задача что? Закрепились. Ищем следующее место. Готовимся. Ну вот так обычно. Это все написано в руководящих документах. Тут какие-то умники пишут, типа, вот они действуют, там ходят колонны, потому что боевой устав никто не отменил. А вы сами боевой устав хоть раз с глаза видели? Там на первой странице написано, что боевой устав не догма. Что все зависит от обстановки. Решение командира является творческим подходом к организации боя. Это по-русски написано. Не догма. Гурулев коснулся принципиальных важных вещей. То есть вопрос, которые звучали в чатах, вопрос, которые мне вчера подписчики задавали, как так произошло, вот вам отвечает военный человек. Я не военный человек, я не военный эксперт, я не военкор, не военблойер. Вот. Поэтому всегда предпочитаю выслушать мнения профессионалов. Человек, закончивший Академию Генерального Штаба, в состоянии дать развернутый компетентный ответ. Такой вот анализ по горячим следам, а что произошло, и главное, а что дальше делать. И про срочников тоже сказано. Тут поднаваливали в адрес Гурулева, значит, все дружно, ну и вся либеральная. Не запрещено, не, не иноагенты, всякие ленты, РУ, газеты, РУ и всякое отребье. МК там был. Ну и все остальные подключились, не читая. К нам присоединяется наш специальный корреспондент в Курской области, Георгий Мамсуров, телеграм-канал Башня Мамсурова, переходите и подписывайтесь. Георгий, приветствую. Сергей, здравствуйте. Какие самые свежие, самые актуальные новости из Курской области? Расскажите, что знаете, что видели, что говорят. Ночь снова выдалась неспокойной, над Курской областью сбито 11 беспилотных летательных аппаратов, но, тем не менее, несмотря на ранний час, настроение у меня прекрасное, я вам объясню, почему. Судя по сводкам, судя по той информации, которую мы получаем с передовой, этой ночью никаких значимых продвижений и новых, так скажем, горячих точек на Курском фронте в Курской области не образовалось. Это все значит, что прорыв вооруженных сил Украины наконец-таки был купирован, блицкрик, так скажем, был остановлен, и все бои, которые сейчас ведутся, не ведутся либо на тех же позициях, что велись вчера, либо даже с незначительным нашим продвижением. Это та информация, которая поступает вот от ребят, которую мы получаем каждое утро, и надо сказать, что наши коллеги, журналисты, военные корреспонденты тоже вступили в этот, так скажем, бой в медийном пространстве, чтобы убрать эту панику, которая в какой-то мере присутствовала в Курской области в медиапространстве, и сейчас в каждом значимом населенном пункте Курской области находится наш коллега, который при необходимости, при каком-то медиавбросе, тут же готов выйти в прямой эфир и объяснить, что же на самом деле происходит в этом населенном пункте. Так случилось в населенном пункте Белое, оттуда выходил Александр Харченко, ребята работают в Льгове. Из населенных пунктов, где сейчас действительно идут боевые действия, это также Суджи, враг остается на западной его окраине, и Коренева. Там идут встречные бои, но судя по всему, наши ребята все-таки передавливают, пережимают. Это самая такая свежая оперативная информация, это все, что произошло за ночь, и все, что нам удалось узнать со стопроцентной уверенностью. Аптия Лаудинов рассказал о стабилизации обстановки на Курском направлении, был опубликован ролик об уничтожении колонны, и колонны, может быть, вы что-то об этом знаете? За сутки мне попадалась более двух раз информация об уничтожении именно тыловых колонн врага. Это связано с тем, что в какой-то момент, когда они уперлись в оборону, в наши вооруженные силы, на этот момент получилось, что линии снабжения врагов были настолько растянут, что сейчас по ним эффективно работают как наши диверсионно-разведывательные группы, которыми мы за последние несколько суток насытили в ответ на их действия леса Курской области, так и работа нашей баллистики, высокоточной артиллерии и, безусловно, авиации, которая постоянно наносит удары именно за шиворот противника по линиям снабжения, в том числе по подходящим колоннам. Кстати, информация о новых прорывах, как оказалось, это просто передвижение второго эшелона вражеской бронетехники к границе. И смогут ли они дойти, смогут ли они насытить свои передовые части этой бронетехникой, ну, это большой-большой вопрос. Насколько я понимаю, вот район боевых действий пока что изолировать не удалось, и основные, собственно, вот трассы, по которым поступают резервы к ВСУ, тоже пока не полностью отсечены. Верно я рассуждаю или нет? Сергей, вы рассуждаете верно, потому что перерезать все пути снабжения и все трассы, учитывая, что наш противник прежде всего использует москитную систему снабжения своих сил, то есть с помощью малых грузов, с помощью в том числе гражданских автомобилей, скорых машин скорой помощи, поэтому говорить о том, что можно полностью перекрыть их снабжение, это действительно невозможно, но мы очень серьезно осложнили им это, и эта работа ежедневно продолжается, а перекрытие снабжения атакующей армии, это, наверное, самое первое, что необходимо делать, чтобы остановить ее продвижение. Георгий, спасибо большое, Георгий Мамсаров, телеграм-канал Башня Мамсарова был у нас в эфире с прямым включением из Курской области, мои коллеги сегодня в течение дня, я думаю, еще Георгий будут выводить, будем получать комментарии по текущей обстановке. Я просто хочу сразу оговориться, ну, не знаю, то ли это профдеформация, вот, который постоянно находится внутри информационного потока, информационной повестки, то есть люди требуют вот непрерывно каких-то видосов, то, что называется, смес событий, а что вот точно происходит на фронте, что точно происходит на фронте, дайте нам настоящую правду того, что происходит на фронте. Господи помилуй, два с половиной года войны, это произносят взрослые люди. Вот по моему разумению, по моему рассуждению вообще в идеале мы должны обсуждать, ну, главным образом официальные сводки Минобороны. Другое дело, что эти официальные сводки должны быть оперативными и достаточно развернутыми, и где нужно взвешивать каждое слово, которое используется. А также еще, в первую очередь, нужно обсуждать официальные сообщения от региональных, областных, районных властей. Тоже хотелось бы побольше, тоже хотелось бы в общем поактуальнее, потому, я почему там на этом настаиваю, почему я считаю это важно. Ну, вот выступление Андрея Викторовича Гурулева, оно ведь собственно про это. То есть количество людей, у которых есть личные связи, личные отношения к происходящему, близкие, друзья, родня, которые жили или живут в Курской области, оно колоссально. Курская область, это корневая Россия. Вот представить себе что-нибудь более русское довольно сложно. Поэтому да, болит, поэтому да, беспокойство, поэтому да, нужно знать, что происходит, точно, что происходит. Это не в контексте паники. Для того, чтобы не было паники, нужна информация, постоянный поток информации. Ну, поскольку объявлен режим КТО, в том числе и на территории Курской области, слава богу, я думаю, что под руководством офицеров Федеральной службы безопасности, вот координация в том числе и этой работы будет доведена до, в общем, адекватного уровня. Всегда так было, потому что. Важный вопрос, гуманитарный, потому что огромное количество людей были вынуждены покинуть свои дома. По официальной информации МЧС, которая была опубликована в субботу, 76 тысяч, считайте, внутренних беженцев, 76 тысяч покинули свои дома в Курской области. Колоссальная совершенно цифра, огромная. И огромная работа делается для того, чтобы этим людям оказать помощь. Они, естественно, не брошены. Развертываются пункты временного размещения, работают и волонтеры, но главным образом работают федеральные системы. То есть, если у вас нет государственной системы, которая способна людей принять и направить, проинформировать, дать им ночлег, все впустую. Все, в общем, вроде бы, насколько я могу судить, работает. К нам в эфир так выходит Илья Ротко, ординатор Молодежного крыла Народного фронта Курской области. Вот мы у Ильи сейчас узнаем, что происходит, какая работа, как себя чувствуют люди. Илья, доброе утро. Да, здравствуйте. Вот где вы сейчас находитесь? Вижу какой-то склад, какие-то вещи, какие-то коробки. Да, мы сейчас находимся на гуманитарном складе, где, в принципе, происходит погрузка, сортировка, разгрузка гуманитарной помощи, которая со всей России по линии народного фронта едет в Курскую область. Волонтеры работают в несколько смен. В среднем за день порядка 100 человек участвуют в этом процессе. На вчера 218 тонн гуманитарного груза было принято на территории склада и, соответственно, определенная часть его уже передана нуждающимся. Гуманитарк поступает откуда? От федеральных структур, региональных структур. Как эта помощь координируется? Ну, вот, мой вопрос следующий. То, что я вижу, то, что я знаю, есть такой огромный внутренний запрос, в большой России помочь Курску, помочь людям, потому что и у многих там близкие есть, но и те кадры, которые публикуются, в общем, понятно, что большая беда, то есть десятки тысяч людей оказались в очень сложной, тяжелой ситуации. Как это координируется? Может быть, какие-то контакты вы сможете дать? Вы правильно подметили, что вся Россия старается помочь и гуманитарная помощь принимается не только от федеральных структур, но и от обычных людей, которые просто хотят помочь. Разные регионы, общественные организации, представители всевозможных различных структур, ведомств и просто самые неравнодушные граждане, даже ребята из наших республик, стран, несмотря на какие-то большие расстояния, они приезжают, привозят гуманитарку, исходя из потребностей, которые сейчас есть. По поводу контактов, куряне сплотились, куряне находятся вместе, и те контакты, которые есть в социальных сетях, для выдачи гуманитарной помощи нуждающимся в пунктах выдачи их по Курску на данный момент, на вчерашний день было пять штук. Она есть, она будет выдаваться. Добровольческие инициативы, например, домики добрых дел и другие представительства также участвуют в этом процессе. Огромная работа у нас проводится совместно со всеми организациями, которые сейчас так или иначе оказывают помощь пострадавшим жителям Курской области. Илья, спасибо большое. Илья Ротко, ординатор молодежного крыла Народного фронта Курской области. У нас еще есть сюжет, подготовленный Народным фронтом. Давайте его тоже посмотрим, ну а радиослушатели смогут его послушать. Коллеги, вы меня слышите? Курской области. А это ужин, да? Ужин, да. Вот, ну это ужин. Я брала на всех. Ну бахала хорошо, конечно, воронки вот такие, стекла все, половина домов по этой крыше было сбито уже полностью-то. И треск начался вверху. Мне казалось, что окно открыто было, казалось, что это все было во дворе в соседском. Но потом подвал бегом, вышли корок, везде воняет. Мы уже ехали, уже машина подбитая, дрон на трассе, машину большую подбитая. Машина витая горит, катится по дороге. Надеялись, наобо ехали. Так мне пришлось. Когда утром приехала сестра, в октябре, 6-го часа, утром, рано, она никогда так не приезжала, рано, она сама в суде живет. Я когда вышла из дома, спросила, ну что такое? Она говорит, разбьют. И приехала сюда женщина, Ивана Леонидовна, и все остальные коменданты, это были, они все предоставили. Вот такой вот короткий сюжет, абсолютно вот разрывающий сердце. То есть всегда, конечно, невыносимо видеть людей, на жизнь которых обрушилась война. Но это то, к чему невозможно привыкнуть, потому что, ну я напомню, обстрела, атаки, война в Белгороде продолжается уже с 22-го года атакуется Белгород. И это, в общем, в какой-то степени, извините меня, пожалуйста, превратилось в рутину, и это уже вот так не вздергивает эмоционально, как это вздергивало, когда первый раз была атакована белгородская нефтебаза. Я помню. Я помню. Вот теперь Курск. Но я вот, что хотел сказать, поскольку очень многих людей там сейчас переполняет вот это вот, чем можно помочь, но вот чем можно самому непосредственно участвовать, непосредственно можно и нужно участвовать, кто как хочет, можно и заниматься гуманитаркой, и есть большое количество групп, которые занимаются гуманитаркой в Курской области, вы легко их в интернете найдете, хотите через Народный фронт, хотите через другие структуры, но для того, чтобы этого не было, для того, чтобы люди смогли вернуться в свои дома, нужно раздавить, чтобы следов от нее не осталось, чтобы воспоминание было, ну, примерно такое же, как у Фишистской Германии. поэтому, с моей точки зрения, это моя позиция, это моя логика, и, в общем, я исследую в течение двух с половиной лет, хочешь помочь добрым русским людям, отправь сто рублей на дроны, хочешь защитить русских беженцев, отправь тысячу рублей на тепловизор, помоги воинским частям. И есть, ну, такая особенность, это не является секретом, что так уж выходит, больше всего гуманитарки, ну, в кавычках гуманитарки, получают подразделения, которые активно взаимодействуют и с военблогерами, и с большими телеграм-каналами, кто сборы организовывает. У них более-менее так, ну, что-то есть. А кто вот выпадает из этого поля зрения медийного, у тех ничего нет. И да, то, что было в Курской области, и это тоже не является секретом, это, помимо всего прочего, и отсутствие резервов, и отсутствие всего того, что у действующих боевых частей просто должно быть. Я не буду цитировать ни Константина Симнова, ни Илью Оренбурга, ни к чему это, хватит уже цитировать. Но логика в войне, она, в общем, простая и безжалостная совершенно. Для того, чтобы был жив русский солдат, нужно убить вражеского солдата, а лучше десятерых. Вот так вот. Тут совершенно не время разрывать одежды на себе. Это первые два-три дня происходило, временами, в общем, было неловко, честно говоря, от этой истерики. Не время бить в бубны, не время озвучивать всевозможные благоглупости о том, что вот еще день, два, три, и все закончится. Не день, не два, и не три. За два с полной года мы, в общем, вполне себе освоили вот эту вот логику военных событий, умеем перекладывать цифры во время, исходя из того, сколько враг выставляет бригад, сколько враг выставляет техники и частей, сколько нам понадобится времени для того, чтобы эти части и эту технику превратить в металлолом и в чернозем, это все время, и те ошибки, которые допущены были, да, их приходится и придется исправлять. Я думаю, что нас ожидают в ближайшие дни, а может быть часы, значимые события, чуть позже в программе со своими гостями я буду говорить в том числе и о масштабных геополитических последствиях вот этой вот, этого вторжения на территорию Курской области, а последствия безусловно будут, но просто вся логика об этом говорит. Те публикации, которые вышли в западной прессе и которые начиная с 6-го числа активно цитировались, и этот риторический вопрос звучал в эфирах, и я его задавал, а в чем военный смысл, то есть, ну, его же очевидным образом нет, такими силами не добиваются каких-то стратегических целей. Смысл есть. Смысл есть, конечно. Это попытка проверить Россию на слабо, примет ли Россия предложение поднять уровень эскалации на более высокий уровень, нежели он был до сегодняшнего дня. Если не примет, в чем я, признаться вам, сомневаюсь, тогда и объем помощи будет другой, и уровень эскалации со стороны Запада будет категорически другой. Тот риторический вопрос, который задал Андрей Викторович Гурулев, ну, снова прозвучала как бы возможность использования ядерного оружия в этом конфликте. Нет, это не теоретический вопрос. Я бы сказал бы так, вероятность этого теперь не нулевая. Сейчас к нам присоединяется Валентин Богданов, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке, телеграм-канал Валентин Богданов. Валентин, приветствую. Приветствую, Сергей. У вас там поздний вечер, насколько я понимаю. Давайте обсудим, так сказать, чем закончился день. Я посмотрел, что пишут американские медиа, ну, естественно, по Белгородской области. Вроде бы, как к концу недели они, то, что называется, раздуплились, потому что первые три дня, в общем, был такой практически полный игнор. То ли неинтересно, то ли они не понимали, то ли это вообще не укладывалось в ту медийную, идеологическую составляющую, как американские медиа, в принципе, освещают войну на Украине, а тут, в общем, ну, такое, некое подобие аналитики. Давайте начнем с этого, а потом перейдем к американским выборам. Как вам кажется, ну, вот, есть же такая очень стройная, выверенная, четко прописанная история, то есть, вот, есть добро, есть зло, есть страдающая Украина, есть Россия, которая агрессор, вторглась, значит, ну, и все такое и прочее. Ну, и тут, как бы, вот, картинка ломается. Американцы вот справятся с этим идейным вызовом или нет? Довольно сложно обосновать то, что происходит или нет? Или я ошибаюсь? Я думаю, что американцы справятся, потому что американцы всегда справляются там, где дело касается их интересов или того, как они понимают эти интересы. Я бы просто здесь обратился к причине следственной связи. Мне кажется, что этих бы событий никогда бы не было, если бы формальных организатор, там, не знаю, Киев официальный, если так можно это еще называть, или Зеленский персональный, или те люди, которые выдают себя за людей, принимающих решения внутри украинского режима, на секундочку бы сомневались сделать это или нет. Раз они это сделали, значит, они были уверены в том, что они найдут или частично, или полное понимание у своих кураторов. Более того, дальнейшие события говорят нам о том, что никакого внутреннего противоречия нет. Мы видели кадры уничтоженные, захваченные или участвующие в боевых сколотновениях западной военной техники, в том числе американского производства. Мы являемся свидетелями последних 12 часов, когда была произведена очередная атака и на самом деле, видимо, крупнейшая за всю историю происходящего на Запорожскую атомную станцию. Я бы все это рассматривал как звенья одной цепи. То, что в американских медиаресурсах сейчас подбирают модальность и тональность, с какой это надо продать американцам, ну, во-первых, совершенного права, когда вы сказали, что это сейчас действительно отодвинуто на периферию предвыборной кампании, так и есть. Каждая предвыборная кампания в США сосредоточена на самой себе. Если там не гибнут американцы, официально американцы там не гибнут, официально американских войск там нет. Если бы дело происходило, например, сейчас в Ираке, это было бы иначе, но это происходит там, где происходит, а значит, никаких проблем нет. Те политические гурманы, которым скормят какие-то как бы углубленные версии происходящего, ну, они опять же, да, они смирятся, потому что те координаты, в которых они существуют, они все время расширяются, пресловутые красные линии, про которые мы уже тоже устали говорить, и они, наверное, уже устали говорить, они с одной стороны сдвигаются, с другой стороны, сам характер этого конфликта, мне кажется, давно уже перешел в ту стадию, когда неприменимы прежние характеристики, и, в общем, красные линии из этого инвентаря тоже должны быть куда-то выброшены, потому что это все уже не так работает. С их точки зрения, Украина, ну, что, транслировать их позицию, понятно, они любой аргумент всегда подверстают, надеются на то, что здесь вдруг сейчас включится критическое мышление, вдруг сейчас наступит озарение, они начнут там кого-то осуждать, ну, да, если где-то и подпустят дыма и скажут, что, ну, вот, да, это авантюра Зеленского, но Зеленского ли это авантюра есть, но на эту тему можно долго говорить, есть уходящий американский президент, про которого мы не первый месяц вообще задаемся, и не только мы, а здесь внутри Соединенных Штатов, а насколько он вообще принимает решение, а насколько это решение было решением Байдена или тех людей, которые рядом с Байденом, тут очень много вопросов, их, наверное, будут задавать, но надеяться на то, что вдруг сейчас придет озарение, вдруг сейчас кто-то скажет, да что же мы творим, нельзя этого делать, это увеличивает эскалацию, нет, такого не будет, я уверен, что этого не будет ровно до того момента, когда они действительно не будут чувствовать прямую угрозу самим себе, да. Сегодня утром я увидел опубликованную статью Стратфором по поводу, собственно, происходящего в Курской области, вот те риторические вопросы, которые задавались, ну, в том числе, и в американской прессе, а зачем, собственно, в чем военная логика вот этого вторжения, ну, вот, собственно, я тут один кусочек для наших зрителей и слушателей переведу, если Россия не продемонстрирует готовность крупной эскалации в ответ на вторжение, возникнет основание обосновать необходимость увеличения военной поддержки Украины со стороны Запада и ослабить ограничения на эту поддержку, поэтому, собственно, логика на самом деле есть, действительно, Зеленский, ну, с одной стороны, пытается, так сказать, перевернуть шахматную доску, на которой, ну, вот, вроде сложилась там некая партия и все понимали, к чему она идет, исход неблагоприятен для Киева, но, как мне кажется, здесь ни на секунду нельзя забывать о том, что Украина это такой классический прокси и конфликт происходит в совершенно другой плоскости. Мы не с Зеленским, мы не с Киевом, мы не с Украиной по большому счету воюем, это инструмент. Это как Израиль, который себя не обманывает, например, в том, что он воюет конкретно с Хизбаллоу или конкретно с Хамасом. Да, они, в общем, может быть, временами несколько гипертрофированы, но достаточно четко артикулируют, что у нас есть главный региональный враг, это Иран. Вот мне кажется, что и мы тут должны предельно четко неполиткорректно говорить о том, что нашим противником, вот с которым идет война, являются прежде всего Соединенные Штаты Америки и их прокси. А список этих прокси, он достаточно большой. Живую силу выставляет Украина, технику поставляет ФРГ, Нидерланды и все остальные прочие. Вот мне кажется, что так. Ну тут есть еще такой элемент, как вот в знаменитой комедии, а вот это попробуйте, да, то есть они, ну они тоже акторы, да, в каком-то смысле, они повышают ставки для чего? Для того, чтобы быть актуальными, да, они знают момент, в Америке предвыборная история, то есть им в какой-то момент Байден дал оружие на какую-то сумму и вроде как их забыли, им нужно все время себя актуальны, реализировать, то есть им нужно говорить, нет-нет-нет, вы нас, пожалуйста, не забывайте, мы вам нужны, и в их логике, ну в логике того, что они движутся к поражению, так, по большому счету, ну это все, все слова эти сказаны, что это переключение внимания и так далее, но в любом случае ждать, что можно сказать, тут интересно, не характеристика, тут интересно, что будут американцы делать, мне кажется, вот что или чего, вернее, они не будут делать, не будут они им сразу, если они рассчитывают на то, что им сейчас вдруг что-то будут новое давать, помогать, нет, я думаю, что сейчас все возьмут паузу, в том числе здесь, и будут ждать, насколько их вот эта пиар-акция окажется эффективной, к ним тоже так клиентам привыкли, к их поведению привыкли, они примерно знают, с кем они имеют дело, и тоже не питают по поводу них иллюзий. А вот с вашей точки зрения, теперь как бы вернемся в предвыборную повестку, то, как устроены американские политические технологии, как работает вот вся система американская в этот специфический, очень важный период, а можно ли действительно отвлечь внимание американского избирателя, там, Белого дома и противостоящей стороны, вот, собственно, от кампании к каким-то внешним делам? Можно, если Америка сама вступит в какую-то открытую войну? Ну, это должно... Да, это понятно. А если не вступит? Я думаю, что в иерархии возможностей гораздо больше занимает Ближний Восток. Не зря туда перебрасываются авианесущие группы и вообще в картине мира, так скажем, и внутри даже этой кампании мы видим пропалестинские митинги, мы видим, как это отражается на самой кампании, когда человека заподозренного в симпатиях к Израилю просто выкидывают из обойм, хотя он самый потенциально весомый кандидат в Демпартии на вице-президента, я говорю о губернаторе Пенсильвании, его выбрасывают, потому что он симпатизирует Израилю и меняют на человека, который известен как либерал. То есть вот в картине предвыборной Украина сейчас на периферии в любом случае и останется на периферии, если этот конфликт сейчас не будет масштабирован до размеров, я не знаю, если не третьей мировой войны, то второго Карибского кризиса. А так Ближний Восток. Это интересно. Я просто вот слежу тоже за кампанией, смотрю то, что пишет американская пресса, заявление, соответственно, вот кандидатов, у меня сложилось такое ощущение, что Украина даже не упоминается. Вот вообще ни в каком, хоть сколько-нибудь значимом контексте ее нет. То есть вот если вокруг Ближнего Востока, вокруг вот этого потенциального конфликта между Ираном и Израилем постоянно происходит какая-то пикировка, и там Трамп и Харрис друг другу там что-то предъявляют, то слово Киев, там слово Украина и даже слово Россия не звучит вообще. Вот это вот даже для нашего как бы такого вот русскоцентричного сознания где-то временами обидно. Да как же так? Ну, этому есть объяснение, потому что, во-первых, элементарная усталость, да, это даже заметно на бытовом уровне. Нью-Йорк очень либеральный город, и было время поначалу здесь вывешивали из окон флаги украинские, можно было видеть на столбах какие-то наклейки. Сейчас это практически все ушло и схлынуло. Плюс Украина ну, стабильно стала ассоциироваться усилиями республиканской партии, усилиями оппонирующих сил Байдену, так скажем, с безмерной тратой, бессмысленной тратой денег. Поэтому сами демократы сейчас заинтересованы уводить эту тему в тень, потому что тема Украина это токсично. Вот так я бы сказал. Для американского сознания любого поговорите вы с обычным демократом, поговорите вы с обычным республиканцам, каждый скажет свои пару слов, каждый скажет, что да, надо помогать, надо как-то, но пусть не в мою смену, как говорится, не в нашем районе, это был случай, но в другую, пусть кто-то другой, пусть кто-то заплатит, есть такое прекрасное американское выражение not in my neighborhood, я за либеральные ценности, я там за все права всех меньшинств, но не в моем районе, не в моем квартале. Вот Украина теперь not in my neighborhood, ой, хорошо, да, за все хорошее, ну пусть это кто-то другой делает, не из наших налогов, не чтобы это било по нашему штату и так далее, и это очень важно, да, вот этот большой пакет, почему за него была такая битва, потому что все тогда понимали, что вот эти деньги, они надолго, да, то есть вот кинули Зеленскому и рот закрой, да, они просто сами не понимают, с кем имеют дело, там люди, на уровне шпаны, да, они будут все время просить, 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 просить и выклянчивать, да, тут вот очень с менталитетами они не сошлись. Как вы оцениваете вот нынешний расклад? Тут в телеграм-каналах расходилась очень смешная подборка, кто-то отсканировал первую полосу Нью-Йорк Таймс, нет, главную страницу сайта, по-моему, Нью-Йорк Таймса, там шесть публикаций топовых, были все про то, что Харрис побеждает, Трамп проигрывает, значит, попытки Трампа переломить ситуацию бесполезны, Харрис это новое открытие, то есть, вы знаете, я когда вот это вот вижу, я понимаю, что все претензии, которые предъявлялись КПСС и советской пропаганде, они настолько смехотворны, то есть, это вот такой был детский сад, который, ну, там, на нашу юность выпал, что прям даже как-то неловко. Побеждает Харрис или нет? Я был бы осторожен здесь, но то, что у Трампа есть проблемы, это очевидно, для этого, в общем, не нужно даже читать американские газеты, просто достаточно посмотреть, что он говорит. Оказалось, что, в общем, риторика не изменилась после того, как демократы что-то поменяли в своей машине, да, они произвели ряд, пусть, косметических процедур, хотя не таких косметических, они поменяли кандидат. Трамп остался, ну, на том же уровне. Более того, кажется, я бы сказал так, Трамп очень классно умеет продавать свой образ и образ своей компании, но, кажется, возникает ощущение, что у него немножко возник кризис смыслов. То есть, Америка 2024 года и Америка 2016 года, это все-таки две разных страны. Я просто хорошо помню, первую его компанию и вторую его компанию, он не расширяет свою электоральную базу. Тут можно уходить еще дальше вглубь, говоря, например, о том, что он во многом делает ставку на бэби-бумеров, на людей этого поколения, но поколения меняются, да, и как бы, а что нового он добавил для того, чтобы увеличить количество тех, кто его поддерживает? Мне кажется лично, что, опять же, не нужно, да, бежать нам всем вслед за американской прессой впереди паровоза, стоит дождаться первых дебатов, а может быть и единственных. Я не исключу вариант, что не будет никаких трех туров, на которых он наставит, будет один тур. Вот дебаты во многом ответят нам на вопрос, в каком состоянии Трамп, в каком состоянии Харрис, это первый момент. Ну и я все больше начинаю склоняться к версии того, что демократы готовятся, конечно, качественно устроить то, что называется в американской политической традиции октябрьским сюрпризом, и я не исключаю вариант, что октябрьским сюрпризом будет досрочный уход Байдена, замена его на Харрис, и, конечно, тогда это вообще переформатирует полностью информационную повестку, и Трампу просто очень будет трудно задавать темп, что произошло после неудачного покушения, вот это был пик съезд республиканской партии, а дальше они задают повестку, а он человек, который не любит в такой реальности существовать, он любит всегда быть первым номером, любит играть белыми, вот сможет ли он перетянуть на себя внимание, сможет ли он вновь стать тем, кто пишет новейшую американскую историю, но времени мало, начало сентября, это первые дебаты, от них будем плясать, от них будет уже понятно. Я так понимаю, что история с назначением Вэнса на пост кандидата в вице-президента отыграна, и, в общем, особо уже не звучит, и не двигает вот то, что называется актуальность повестки Трампа? Вот это, к сожалению, у Трампа есть одна особенность, он часто, и об этом пишут люди из его окружения, да и он сам даже в своих книгах об этом говорил, порой принимает эмоциональные решения или же решения, которые обоснованы каким-то наитием, да, вот в той реальности, когда он выбирал Вэнса, после покушения на пике популярности казалось, все, это победа, Вэнс был очень органичен и адекватен, но как только поменялась картинка, выяснилось, что Вэнс не выходит за трамповскую аудиторию, он не подтягивает к нему тех, кто нам нужен, победить в Соединенных Штатах это даже не победить на общенациональном уровне, это не победить даже на уровне каких-то колеблющихся штатов, это иногда победить в каких-то округах, да, ну а как побеждать, если ты опираешься на конечное число своих избирателей, то есть это все время вот это вот микроменеджмент перетягивания каната, я не говорю, что Харрис какая-то прекрасная, или, но она в хорошем смысле никакая, она в хорошем смысле подходит большему числу людей, чем специфический Трамп, вот пока так. Я, кстати, подумал, что, наверное, даже вот супер-мега-медийный и мифологизированный Джон Кеннеди был очень похожий на нее, то есть человек с такой довольно пустоватой биографией, но кроме того, что он участник Второй мировой войны, но что для того времени было, в общем, не уникальным как бы моментом, а все остальное, ну такой, ну, самый обычный, ну вот именно вот эта вот обычность, она и помогла в тот момент. Тем более, что люди устали от необычности, да, был очень, сейчас очень необычный президент, самый старый, да, и поведение не то, что необычное, а дикое, да, порой, и вот это вот возвращение к условной нормальности, пусть это нормальность там и в больших кавычках, пусть это нормальность замешана на какую-то либеральность, ну, Америку не зря два срока. Валентин, да, спасибо, спасибо огромное, Валентин Богданов, шеф бюро в ГТРК в Нью-Йорке, телеграм-канал Валентин Богданов, к нам присоединяется Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, телеграм-канал Железный ЗЭК. Игорь, приветствую. Доброе утро, Сергей. Вы знаете, вот у меня с самого утра такое странное ощущение, когда, ну, там и я, и многие мои коллеги, ну, даже позволяли себе рассуждать о том, что, ну, дорогие мои, вообще-то Россия и ядерная держава, у нас тут в запасе есть на минуточку, там, четыре с половиной тысячи ядерных зарядов, и как нужно это иметь в виду. С той стороны начинались истерики, значит, опять ядерный шантаж, Россия невменяемая, российские пропагандисты чокнутые, они готовы стереть весь мир в труху, и так далее, и так далее. Вчера в СУ нанесли удар по Запорожской АЭС, был пожар на градирне, он уже потушен, но сам факт, просто сам факт. Вот мне просто любопытно, они вообще отдают себе отчет в том, что радиоактивное облако, ну, вот в случае, не дай господи, там, если что-то произойдет в силу розоветров, оно накроет в том числе изрядную часть территории бывшего СССР, которая находится под контролем Киева, или там логика настолько уже перестала работать, что для людей это какой-то, ну, такой совершенно неважный фон. Вот что вы думаете по этому поводу, там, есть ли пределы этому безумию? Ну, Сергей, первое, что я скажу, я не единожды бывал на Запорожской атомной станции и, наверное, один из немногих наших коллег, который был в реакторной зоне, и я знаю, ну, практически все о системе безопасности этой станции, и у меня первое образование как раз и есть ядерная безопасность, что я Серпухов заканчивал, это Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище ракетных войск стратегического назначения, именно по ядерной безопасности. И, вы знаете, это же не первый случай, они же, кроме того, что обстреливали из артиллерии, они постоянно сейчас атакуют территорию атомной станции дронами. Пострадал учебный центр, пострадали административные здания, пострадали здания, из которых прямо люди одеваются и выходят в реакторные зоны на обслуживание. Но чем хорошо? Во-первых, реакторы Запорожской атомной электростанции были сделаны с учетом Чернобыльской катастрофы. Они достаточно безопасны. Все реакторы находятся сейчас в холодной останове. То есть, один реактор был в горячем останове, это для того, чтобы запитывать город теплом. А сейчас все реакторы остановлены. То есть, это максимально безопасная эксплуатация атомной электростанции. Но, тем не менее, они не унимаются и есть, они знают болевые точки и по этим болевым точкам они как раз и давят. Это и есть как раз атак, когда ты знаешь, по каким точкам надо давить, по тем и давишь. Это что? Это система охлаждения, это система хранения аммиака, это различные путепроводы поля охлаждения, на которых не единожды бывал. И вот как раз и это можно рассчитывать картистический акт. Когда ты знаешь, куда ударить человека и нанести ему максимальное увече, вот почему спортсменам, которые обладают навыками ведения рукопашного боя серьезного, к ним особый спрос. Почему? Потому что они знают, куда ударить человека, чтобы нанести ему максимальный урон. Точно так же и здесь. Это можно однозначно расценивать как картистический акт. Единственное, что хорошо, что я знаю все контуры безопасности Запорожска атомной электростанции, начиная от военных и заканчивая технологическими, там, конечно, люди стоят с высокой буквы, начиная от рядового, который на водохранилище держит линию обороны и заканчивая инженерами, которые сидят и контролируют реактор в дежурке. И там ведутся постоянное обучение личного состава, ну как не личного состава, а персонала Запорожской атомной электростанции с точки зрения не только поддержания реактора в рабочем состоянии, но и поведение всего состава атомной электростанции в режиме ЧАЭС. И я хотел бы напомнить, что это одна из немногих электростанций атомных вообще в мире, в которой рядом с рабочими реакторами находится учебный центр, в котором реактор находится фактически в разрезе. И там постоянно ведутся обучение и повышение квалификации всего персонала атомной электростанции. Ну, тут ведь возникает сразу такой эмоционально-риторический вопрос. Я уверен, у всех и зрителей, и слушателей, которые сейчас наш разговор слушают, ну, а мы-то что? Ну, как бы, долго будет продолжаться вот это вот нытье про артистические акты, значит, призывы к международной общественности, значит, разговор про МАГАТЭ, о том, что Гросси, на самом деле, военный разведчик. Ну, это реально вот для обывателя выглядит как абсолютно импотентское нытье. При этом любой человек, который, ну, так, более-менее информирован, он знает, что у Украины продолжают работать две АЭС, Хмельницкая и Южная. Без генерации этих двух электростанций Украина погрузится в 18-й век, но, тем не менее, эти две электростанции продолжают работать. Вопрос, почему? Хорошо, там, не нужно, значит, отправлять Искандер там, в реакторный зал, тем более, что он все равно купол не пробьет. То есть, как бы, наши, так сказать, предшественники с советскими паспортами хорошо делали свою работу, но энергетические узлы, которые питают эти электростанции, почему они до сих пор не уничтожены, ну, хотя бы в качестве симметричной меры? Сергей, здесь мне сложно отвечать как государеву человеку, ну, потому что для этого есть соответствующая структура, и, поверьте мне, мы действуем по принципу такому, это я просто общаюсь с большим количеством разведчиков, которые работают в том числе и по той территории, знаете, никогда нельзя реагировать вот на укол, как реагирует червяк, то есть моментально сразу отрабатывать какую-то реакцию, нет, на самом деле украинцы, если мы берем историю, они достаточно много получают по очень важным и существенным для себя точкам, поэтому я думаю, что в этом направлении ведется работа, тем более, я знаю, как работают наши артиллеристы и ВКС именно на направлении Запорожска атомной электростанции, там постоянно выбиваются различные аппараты, которые делают все для того, чтобы противнику было меньше, результативность его поражения была гораздо ниже, уничтожаются расчеты пивидронов, уничтожаются расчеты артиллерии, ракетных различных систем, то есть мы работаем, почему мы не бьем по атомным электростанциям, ну потому что, ну в отличие, вы правильно сказали, что у нас у многих еще в памяти российские паспорта, ой, советские паспорта, и мы помним все чернобыльскую трагедию, и мне, ну как бы, не посчастливилось в эти дни, я проезжал недалеко от Чернобыля, и помню, как проходил сам дезактивацию, ну то есть, ну как бы, это страшно на самом деле, и слава Богу, что мы с такими моментами не играем. Ну и второй момент нравственный, насколько я знаю, на Украине поддерживается такой паритет в рамках снабжения ее электроэнергии с точки зрения своих мощностей, мощностей, которые они берут у своих западных партнеров, обеспечивается ровно население, чтобы там не работали мощности по производству оружия. Вот то, что я знаю и считаю, что это в принципе адекватно. А поверьте мне, когда будет необходимость, то все болевые точки, которые есть на обозначенных вами атомных электростанциях, они будут поражены и можно считать практически одномоментом, потому что это недвижущиеся цели, мы знаем, где система охлаждения, мы знаем, где, как вы говорите правильно, энергоснабжение на запуск реактора идет, все мы это знаем. И в принципе мы можем добиться того, что они все свои реакторы на Украине поставят на холодную остановку. Вернемся в Донецкую область, вернемся в ДНР, что происходит, какие новости с фронта, то есть основные это события, вот скажем так, то направление, где наша военная машина медленно и методично продвигается вперед, вот образ катка, он здесь как нельзя лучше подходит, что можете рассказать? Ну, естественно, вот вообще последний месяц они давайте переподключимся, да, потому что Игорь в Донецке вот, со связью возникают время от времени определенные проблемы. Я напомню еще раз, что у нас в эфире Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики, его телеграм-канал «Железный зэк». Пока есть минутка, можете перейти и подписаться. Коллеги, что у нас получается, не получается? Не получается, нет связи. Собственно, из ДНР и каждый день и приходят то, что называется позитивные новости, действительно, дня не проходят, чтобы наши не освобождали очередной населенный пункт. И если раньше, скажем так, недоброжелатели или наши враги пытались оттопыри в губу сказать ха-ха, да там довоенное население было или 100, или 10, или 500 человек, вот этот сарказм давно прошел. Игорь к нам вернулся. Игорь, да, видим, слышим, да, слушаем вас. Еще раз напомню нашим зрителям и слушателям о том, что у нас хорошие успехи. то есть, если на Чезарьяре у нас работает ДРГ, прощупываем противника, потому что он на западном берегу канала Северский Донец, Донбасс создал достаточно мощные укрепления, там идет проработка этих укреплений со стороны ВКС и артиллерии, и ведется активно-диверсионно-разведывательная деятельность, то на других участках, на Торецком, мы достаточно существенно давим противника уже в самом населенном пункте, и южнее, в районе Нью-Йорка, где противник пробовал контратаками нас останавливать, но у него не получилось, и там в оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком у него находится уже небольшая группировка, которая находится под постоянным огневым контролем, и у него сейчас болит голова по поводу того, чтобы вывести оттуда личный состав. Хорошие успехи у нас на Покровском направлении Гродовка, еще освобождены несколько кварталов, у нас в районе Новогродовки достаточно серьезные успехи, то есть мы тоже продолжаем давить противника, в районе Константиновки, это Константиновка небольшая, маленькая, которая находится севернее Угледара, там тоже у нас существенное продвижение вдоль дороги, то есть дорога уже перекрыта давно, но мы выходим такой широкой полосой вдоль этой дороги, что позволяет нам запретить, скажем так, мягко противнику маневрировать резервами и по этой дороге поставлять боеприпасы, что было ранее. Есть успехи севернее Красногоровки, это вообще севернее Константиновки, там тоже есть определенные успехи не только в самом городе, но и севернее города, где наши двигаются по полям и лесопосадкам. Вот такие вот успехи у нас за последние дни и вот можно сказать на начало этой недели. Я, насколько понимаю, ну вот опять-таки нисколько там не претендуя на какое-то тайное знание, но та ставка, которая была сделана в Курской области, что это заставит вооруженные силы России немедленно перебрасывать резервы из Харьковского направления и с ДНР, ну пока что в общем ну вот в тех сводках, которые мы видим и читаем, она не отражается. То есть российская армия продолжает двигаться вперед и собственно вот те цели и задачи, о которых там говорили, ну вот как бы движение в сторону Краматорско-Славянской агломерации и так далее, ну собственно вот направление этого движения, оно примерно в том же тонусе. Да, оно в том же тонусе и насколько я понимаю ситуацию на всей линии боевого соприкосновения с противником, то если и берутся подготовленные подразделения, я даже не говорю о соединениях, именно о подразделениях, потому что там взяли подразделения у 810-й бригады, взяли у 45-го полка, взяли ФПВ дронщиков, то есть ну как бы берут подразделения, те, которые могут быть эффективными на скажем так, остановки противника на курском направлении. И сейчас, кстати, наши ребята, я это не сказал, что стараются делать все, именно давить противника до такой степени, чтобы противник как раз не мог маневрировать своими резервами и снимать какие-то соединения и подразделения старшего донецкого направления. И таким образом мы помогаем нашим братьям на Харьковском и на Курском направлениях. И я думаю, что наши ребята с этим справляются достаточно успешно. Игорь, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Игорь Кемаковский, советник главы Донецкой Народной Республики, телеграм-канал «Железный век». Перейдите и подпишитесь. Вопрос, который, я надеюсь, получит ответ на этой неделе, это вот такая вот развилочка как мне кажется смысловая, это северное направление. Если вы помните, а вы, наверное, помните, то тот потрясающий рейд-бросок Киеву, который произошел в феврале 22-го года, он был с севера, через Черниговскую область, через Белоруссию. И вот сейчас на территории нашего военно-политического союзника происходит большое движение войск. С позавчерашнего дня украинские беспилотники вторглись на территорию Белоруссии. Это не осталось незамеченным. Были опубликованы кадры обломки украинских БПЛА, которые были найдены на территории Белоруссии. Отдельный вопрос, зачем Зеленский ищет приключений на свою пятую точку, то есть мало ли ему проблем, которые уже есть, ну да бог с ним. Наверное, какая-то логика есть. Но вот последние два дня происходит переброска тяжелой техники, системы РСЗО, Искандеров, на условном северном фланге. А это в том числе и операция прикрытия для нашей Брянской области, в том числе это и угроза для Сумской и Черниговской областей с севера. Вопрос это не праздный, вопрос это не теоретический. А Белоруссия является членом ОДКБ, ну ровно как и ряд других участников, но другие участники находятся далеко в Азии, далековато они от Европейского театра военных действий, но вообще помимо всего прочего вот то, что случилось 6 августа попадает под действие статей ОДКБ о взаимной военной помощи произошло военное вторжение на территорию России и насколько я понимаю я не дипломат я вообще ни разу не специалист в международных отношениях но есть повод так сказать задать вопрос нашим союзникам вы там как союзники ну вот со стороны Белоруссии мы видим да тут без всяких громких заявлений части белорусской армии поехали в сторону Украины то есть дальше какие будут движения я пока не знаю но мне интересно а где какие-то заявления со стороны Казахстана Киргизии Армения там еще значит приостанавливала членство но активно выражала свое недовольство тем что ДКБ никак не захотела принять участие во второй Карабахской войне на которую Армения к слову не явилась Армения не явилась на вторую Карабахскую войну это Россия должна была на нее явиться по факту а армяне должны были ну я не знаю что они должны были кушать долму наверное продолжать в ереванских ресторанах но тем не менее структура же есть есть союзники есть у нас вроде бы как есть мы там значит у нас есть всякие специальные чиновники они получают зарплату там какое-то движение взаимный визит заявление ну так а что как вот будет нам оказана военная помощь со стороны членов ДКБ или нет может заявление какое сделают по поводу преступного режима нелегитимного президента Зеленского хотя бы ладно мы тут сами разберемся что из себя представляют армии стран участниц ДКБ это мы видели в январе 22 года они же прислали там своих военных в Казахстан прислали вот вся эта международная активность накопленная за 30 лет мне кажется нуждается в том числе в некой ревизии ну результаты есть хорошо результатов нет ну что-то сворачиваем что-то пересматриваем что-то приостанавливаем живой процесс вы не поверите немцы снова хотят с нами воевать я вообще ничему же не удивляюсь честно говоря ладно давайте обсудим вообще это по-серьезному или нет но я почему поражаюсь доводилось в Германии бывать ну мягко говоря неоднократно в разных городах я в общем видел так сказать социально-демографический состав кто воевать то будет вот эти вот которые составляют по-моему сейчас до 60 процентов населения вольного города Гамбурга которые немецкого языка не знают но и вообще выглядят принципиально по-другому нежели мы себе представляем среднестатистического немца вот они будут воевать может быть а почему собственно нет ну как это же на западе изобрели такое понятие как политическая нация это же они действительно пытаются убедить и нас и сами себя о том что ведь самое важное это какой у человека паспорт а все остальное этническое происхождение там культурная какая-то и национальная этническая идентичность это все вторично это неинтересно черепомерство какое-то ну хорошо ладно окей значит принципиальный вопрос да будут немцы воевать или нет и как будут выглядеть вот эти вот панцердивизии пресловутые германские этот вопрос я хочу задать Грегору Шпицыну политологу независимому журналисту из Германии телеграм-канал микленбургский петербуржец Грегор приветствую доброе утро Сергей я начну с цитаты начну с цитаты в рамках стратегии НАТО Германия должна стать способной к войне это пишет немецкий Дивельт по их данным после начала СВО Бундесвер подготовил секретный документ в котором прописана тактика германского оперативного плана отправной точкой его создания стала идея что Россия атакует страны члена НАТО через 5 лет командующий вооруженных сил Германии в Гамбурге есть даже такой собственно Гамбург я видимо не зря упомянул Михаил Гис заявил в интервью о внутренних часах которые тикают и подсказывают ему что через 5 лет им придется быть достаточно устойчивыми чтобы противостоять внешней угрозе при этом он подчеркнул что в Германии далеки от восприятия этой опасности ведь в действительности ее нет довольно путанно но я вот поскольку всегда там из текста вычленяю ну то что меня беспокоит и напрягает больше всего повторяю еще раз то есть через 5 лет ФРГ ключевая страна Евросоюза ключевая страна североатлантического блока после Соединенных Штатов Америки вроде как намерена воевать как вам кажется вот в немецком в германском точнее общественном мнении действительно этот нарратив существует или нет он обсуждается или нет по крайней мере на экспертном на военном уровне на уровне лидеров общественного мнения или это вот этот человек он тоже вот не очень похож на такого классического немецкого генерала честно говоря но пытается так сказать повысить то что называется индекс цитирования прошу вас разъясните Сергей на самом деле я вот слушаю вас и просто давлюсь от смеха потому что капитан Сурзея Гис он является командующим ландескомандом в Гамбурге а это если просто поясню для это скауты что ли ну нет это единство среднее между национальной гвардией США и министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации то есть это ну скажем так связующее звено между дислоцирующимися в главном порту Германии войсками Бундесвера и собственно гражданскими властями то есть ну грубо говоря резервисты вот да обучение скаутов действительно разъяснительная работа с молодежью ну вот и все все такое то есть Досаафы пожарные короче это мне очень сильно напоминает вы видите такой есть хороший советский фильм старый новый год и там такая одна из второстепенных героинь такого очень мещанского вида женщины говорит мы старые работники культуры вот точно то же самое когда вот капитан Сурзея Гиз говорит что вот мы я старый солдат он нигде не воевал у него нет никакого опыта максимум что у него было по-моему это командировка в Афганистан или в Ирак на пару недель и понимаете вот надувать щеки пафосно рассказывать что вот мои внутренние часы золота чика какие часы на себя в зеркало посмотри блин господин ладно ну в общем окей вот когда люди которые имеют отношение к армии очень опосредованное высказываются знаете на на уровне Наполеона или по крайней мере маршала который планирует важные стратегические операции вот ничего кроме смеха это не вызывает что же касается готовности Бундесвера к войне через пять лет или через двадцать пять ну через двадцать пять возможно потому что в принципе как показывает практика за одно поколение можно переформатировать нацию и в общем-то самую миролюбивую нацию превратить в нацию агрессивных милитаристов но вот та пучина на самом деле в которую угодил Бундесвер а угодил у него достаточно давно то есть по крайней мере наверное с 2000 года наверное четвертого может быть восьмого да вот так возьмем так грубо Бундесвером руководили весьма некомпетентные женщины да которые имели вообще вообще никакого отношения не имели к военной службе и не понимали механизма функционирования в общем армейского потому что предыдущая например перед Борисом Писториусом была у нас Кристина Ламбрахт она не различала военные звания она не могла объяснить что такое там диаметр ствола пушки там такие бредовые были объяснения оттуда вылетает вот это из ствола ну вот Кристина Урсула фон дер Ляйен которая начала разваливать Бундесвер вот потом у нас еще был Карл Теодор Цугутенберг которого поймали на плагиате который потом уехал в США в общем долгое время Бундесвер был местом знаете вот такая расстрельная должность или почетная ссылка то есть туда отправляли недостаточно компетентных людей которые только сокращали занимались тем что в общем-то делали армию к войне абсолютно неспособной и вот все те очень много есть картинок где прям стоят БМП Мардер вот прям несколько десятков да вот стоят на какой-то совершенно площадке под открытым небом приходят в негодность вот а потом нам рассказывают что в общем-то немецкая армия немецкая промышленность не способна восполнить те вот собственно ресурсы те потери которые понесла вот за годы вот 14 лет того периода когда Бундесвер был нелюбимым дитя то есть на нем экономили всевозможно то есть до сих пор несмотря на специальный бюджет 100 миллиардов которые выделили после начала СВО он уже распределен но как например вот я живу в Ростоке Росток это одна из главных военно-морских баз Германии я смотрю что в общем-то как например на военно-морской флот как деньги не выделялись так они особо не выделяются то есть особых активностей в наших военно-морских верфях ну как-то я вот не наблюдаю ну точно так же это вот хорошее доказательство тому что Бундесвер по крайней мере на море в ближайшее время к войне будет не способен это последний поход нашего фрегата Хессен в Красное море когда он героически отстрелялся по американским беспилотникам слава богу не попал то есть те ракеты которые вылетели и не упали в воду сразу противозенитные они просто не попали то есть ни состояние материально-технической части ни выучка экипажа они не соответствуют статусу Германии как ведущей индустриальной державы европейского континента что же касается боевого духа солдат ну до сих пор насколько я знаю количество значит тонкий ручеек новобранцев он не компенсирует то количество людей которые уходят из армии по соображениям совести потому что они чувствуют что что-то может начаться очень нехорошее да а в армию они шли вовсе не для того чтобы умирать а для того чтобы получать хороший соцпакет за военной ипотекой короче да как у нас шли понимаете просто вы должны понять в ФРГ очень долгое время отношение к армии было вот как примерно как в России к МЧС действительно то есть армия блестяще справляется с ликвидацией последствий чрезвычайных бедствий они замечательны в этом плане они великолепно организовали компанию по вакцинированию в период пандемии то есть замечательно организована была просто вот просто нет никаких претензий но когда речь идет о том чтобы нажать на курок да и вот именно отправиться в бой умереть за свою страну я думаю что в настоящее время в немецкой армии таких людей можно пересчитать не знаю по пальцам двух рук наверное ну может быть несколько десятков потому что последние настоящие посланники смерти которые молятся о том чтобы началась война их разогнали еще при еще одном некомпетентном министре Анна Грет Карамб Каренбау если не ошибаюсь в 20-м или 21-м году когда у нас был скандал вскрыли чат ватсапа и оказалось что большинство солдат спецподразделений немецких род оперативного реагирования они в общем-то такие придерживаются достаточно правоэкстремистских взглядов вот их всех разогнали без права восстановления и теперь кто собственно вот служит в частях спецназначения я затрудняюсь ответить потому что очень редко родители демократии такие знаете вот маменькины сыночки профессорские они редко бывают теми людьми которые могут отправиться в бой и умереть за свою страну поэтому когда такие люди как капитан Ферзе и Гисс рассказывают о том что Германия должна быть в этом доме ну должна конечно но 5 лет это не тот период то есть я считаю что минимум нужно 20 лет минимум нужно одно поколение чтобы вырастить новый боевой дух новую воинскую традицию сейчас немецкая армия абсолютно не способна потому что если мы даже посмотрим на ту панцергренадерскую бригаду которую постоянного дислоцирования которая в Литве формируется они до сих пор не могут сформировать причем там люди получают огромные деньги они получают огромный соцпакет льготную выслугу и все равно не могут набрать людей потому что люди не хотят там служить потому что понимая что в случае чего если какой-то там замес из-за фуалового коридора они погибнут первыми а в Германии никто погибать не хочет это нация воспитанная в духе пацифизма вот я драм-бешуток говорю потому что когда немцев представляют как реваншистов ну есть конечно отдельные отморозки в немецком обществе но в целом люди очень миролюбивые мои соотечественники ну то есть англосаксы довели дело до конца то есть мало того что Германия остается оккупированной на уровне элит на уровне национального сознания то есть они вот этот вот ген хронического поражения таки умудрились как минимум трем поколениям прописать именно так именно так потому что вот знаете еще такой пример такой репрезентативный вот до начала СВО например если в Берлине по крайней мере Берлин такая специфическая земля там социал-демократы зеленые такие пацифисты убежденные правили всегда вот если там мальчик в старших классах школы изъявлял желание стать офицером с большой долей вероятности его тащили к школьному психологу и начали проверять на склонность к насилию то же самое было если например играли детишки вот на улице в песочнице воинушку мама если это видела тут в подавляющем большинстве случаев она тоже тащила его к школьному психологу то есть в детский сад что там вот ребенок почему он там взял палочку изображает ее в виде автомата есть ли здесь какой-то тревожный знак понимаете и вот с такой психикой переформатирование но меньше 20 лет я никак не дам вообще мне сейчас просто в голову пришла мысль что это вот именно та стратегия которую пытались реализовать после 91 года и у нас да я поскольку в 91 году уже был достаточно взрослым человеком прекрасно помню как вот эти вот нарративы появлялись они звучали диковато немножечко конечно то есть ну все шло не так то есть не как у немцев то есть с одной стороны мы как бы потерпели поражение в холодной войне и в общем как бы внутреннее осознание этого не было но мы не успели по этому поводу в общем как-то впасть в депрессию потому что у нас сразу началась первая чеченская война потом без перерыва началась вторая чеченская война и в общем как-то русский народ оставался в таком привычном состоянии что поражение не поражение значит татары пришли сожгли в деревню но ничего страшного сейчас отстроим да откопаем дедовскую пушку и пойдем их столицу сарай если не сейчас то по крайней мере через 30 лет вот эти вот 30 лет и наступили пока что мы соответственно уничтожаем первые передовые отряды еще как бы вот такой вот вопрос относительно Германии там вы достаточно как бы глубоко и точно описали там и внутреннее состояние германского общества и отношение к военной службе но вот вопрос демографии он же является таким ключевым и базовым вообще для всего мира практически сейчас за исключением ограниченного количества стран которые сосредоточены в Африке и где действительно сохраняется высокая демография и высокая рождаемость во всем остальном даже не первом мире а даже в большей части так называемых бывших стран не присоединившихся вот демография находится в пике если посмотреть на Германию ну допустим на тот же ваш родной Росток или допустим на тот же Гамбург этнический состав такой интересный у меня вопрос у меня вот какой вопрос вы верно сказали что всегда так в истории было на войну идут не дети профессоров а дети рабочих булочников крестьян и так далее и так далее и так далее вот на этой части немецкой социальной лестницы там кто там немцы или там турки с арабами кто вот потенциально может встать под ружье хорошо через 20 лет как вы сказали ну смотрите на самом деле нужно делать разницу потому что Гамбург и Росток это две большие разницы Росток это все-таки бывшая ГДР а здесь у нас в ГДР все-таки сохранился знаете такой прусский дух тевтонский потому что тем более когда происходило переформатирование карты Европы после Второй мировой войны очень многие люди непосредственно из Восточной Пруссии немецкой они эвакуировались сюда в Митербург и у нас вот эти вот еще такой культурный генетический код еще сохранился таких старых таких солдат плюс еще народная армия ГДР тоже оставила после себя очень хорошую память и здесь в общем-то традиции такие воинские в Ростоке в земле Меккленбург переднее помирание чтутся тем более что касается национального состава здесь у нас очень в этом плане все хорошо ну не совсем все хорошо просто если сравним с Гамбургом например я просто расскажу вам одну историю когда я только репатриировался в Германии в 2019 году я ходил на курсы немецкого языка ходил с одним иранцем и он рассказывал про свою поездку в Гамбург говорит приехал я в Гамбург вот уже сделал свои дела нужно уезжать захожу я в Макдональдс и пытаюсь на ломаном немецком сделать заказ на меня смотрят и говорят слушай друг говори на фарси мы в общем-то все здесь прекрасно понимаем мы все говорим на фарси и вообще в Гамбурге 3,5 миллиона человек примерно 500 тысяч жителей фарси понимают в Гамбурге то есть там ситуация конечно критическая в этом плане в плане демографии что касается Ростока и Мекленбурга в целом здесь у нас все несколько лучше во-первых потому что формально Мекленбург самая бедная земля сюда очень неохотно едут во-вторых у нас есть очень такой негативный с одной стороны и позитивный с другой стороны бэкграунд то есть у нас есть такой футбольный клуб Ханзер Росток он в некоторых кругах его фирма футбольная считается одной из самых нетерпимых к иностранцам плюс еще в Ростоке в 92 году было такое событие когда чуть не сожгли общежитие с мигрантами еще тогда буквально после объединения ФРГ и ГДР когда начали в общем-то принимать беженцев еще тогда их ссылали все вот именно в ГДР к нам и у нас знаете такой тоже нетерпимость к мигрантам она присутствует на определенном таком уровне поэтому к нам едут очень неохотно и с одной стороны вот ГДР традиции традиции ГДР фолькс-армеи и относительно небольшое количество иностранцев они когда приезжаешь к нам сюда понимаешь что ты находишься вроде бы в другой Германии потому что то что например вы увидите в Гамбурге в Берлине или вообще в западных землях например северный район Вестфалия это просто небо и земля но в целом в Бундесвере служит очень много людей с русским бэкграундом то есть русских немцев они охотно туда идут потому что Бундесвера это как ни крути карьерный лифт то есть ты там отслужишь соответственно у тебя хорошая возможность там остаться получить дополнительное образование бесплатно стать офицером получить хороший соцпакет и в общем люди которые понимают что по определенным причинам в университет они сразу не гянут они идут в Бундесвер тем более что знаете такая еще родители им передали что каждый молодой человек должен служить в армии только после этого он как бы сказать становится мужчиной инициированным и такой любопытный момент вот эти как раз люди которые русскоязычные которые служат в Бундесвере когда им задаешь вопрос если все-таки конфликт с Россией начнется что вы собираетесь делать все практически говорят что против России они оружие не поднимут но если что-то будет против западных союзников очень многие готовы просто идти в бой в первых рядах потому что многим русскоязычным немцам то что происходит в Германии очень сильно не нравится категорически не нравится и та политика которую проводит светофорная коалиция мы все мы все русские немцы понимаем что она не отвечает коренным интересам германской нации Грегор спасибо большое Грегор Шпицин был у нас в эфире политолог независимый журналист из Германии телеграм-канал Мекленбургский Петербуржец я вот тут конечно оптимизм Грегора к сожалению разделить не могу потому что любая армия так устроена что можешь ты до войны декларировать все что угодно но другого врага объективно у современной Германии кроме России нет и быть не может то есть представить себе что немецкие танки отправятся ну в каком-то обозривом историческом будущем в сторону Парижа что-то как-то пока не очень верится а вот из Прибалтики попытаться прорваться в сторону Смоленска очень даже представляю очень даже представляю это трагично это очень печально и вот любой человек который был в Петербурге на лютеранском смоленском кладбище и видел вот эти вот старинные могилы русских немцев которые во многом этот город и создавали наверное думает о том же о чем и я что-то